На прошлом уроке мы начали разбирать глагол «кана» и сказали, что «кана» — это «фиалун насухун», то есть это глагол, отменяющий и меняющий падеж, то есть состояние окончания подлежащего и сказуемого «альмоптада» и «хабара». Также глаголы этого вида называют «аль-аф'алу-н-наксату» — недостаточными глаголами. А недостаток их заключается в том, что они не ограничиваются наличием своего «исма», то есть именем, которое они ставят в состоянии «ар-роф», а нуждаются еще и в «аль-хабар-аль-мансуб», то есть имени, которое они ставят в состоянии «ан-насп». Так, если взять любой обычный глагол «нама», например, и сказать «нама зайдун зайд спал», мы видим, что смысл предложения полный, и глагол «нама» не нуждается в каком-то другом «исме» имени существительном, в отличие от глагола «кана», смысл которого не понимается полностью, если с ним не упомянуть, не употребить два имени, его «исм» и его «хабар». Так, если мы скажем, например, «кана зайдун зайд был», зайд был кем, чем, мы видим, что мы вынуждены продолжить, то есть привести «хабар-кана», а иначе смысл останется неполным, неполным, недостаточным. Вот поэтому-то из-за своей нужды в «хабаре», то есть во втором имени, который завершает смысл этого глагола, эти глаголы и названы «недостаточными» глаголами. Значит, «кана» это «фиулин мадын науксин» – глагол прощадчивого времени, недостаточный глагол прощадчивого времени. «Ярфау лисма уянцебуль хабара» – ставит «исм» в состояние «р-раф» а «хабар» в состояние «нназб». Значит, он нуждается в двух именах – «исме» и «хабре». «Мабнио аляль-фатха» с неизменяемым окончанием, с постоянной фатха на конце, как мы об этом подробно поговорили на предыдущих уроках. «Васмуху айвайсм» – это «дамиран мустатринфи хиджавазан». Его «исм» – то есть имя, которое он ставит в состояние «р-раф» – это «дамиран мустатринфи хиджавазан» – скрытое в нем в допустимой форме местоимения. «Такдиру ху-хуа» – и это скрытое, подразумеваемое в нем местомение – это местомение третьего лица единственного числа мужского рода «хуа», то есть «он». Так как эта форма глагола подходит только для третьего лица мужского рода единственного числа. И этим арабский глагол отличается от глагола в русском языке. Так, если перед глаголом «вышел» в русском языке может стоять местоимение «я», «ты» или «он», и ты можешь сказать, например, «я вышел», «ты вышел», «он вышел», то его аналог «хороджа», который переводится как «вышел», подходит только для третьего лица единственного числа мужского рода. Поэтому мы и сказали, что «он» содержит в себе местоимение «хуа» – «он». Это, конечно, если действующее лицо или «исм» недостаточного глагола выражено местоимением. А если мы хотим сказать «я вышел» или «ты вышел», то мы не можем в арабском языке сказать «хороджа она» или «хороджа анта», как в русском языке. Мы должны сказать «хородж то я вышел» или «хородж то ты вышел». Значит, подразумеваемое местомение в этом глаголе – это «хуа». Оно и является «исмом» для этого глагола, то есть «исму кана». Дальше «ми-катан». «Ми-катан» – это «хабару кана», то есть «хабар» глагола «кана», имя, которое этот глагол ставит в состоянии «насп», то есть в «винительном падеже». Дальше, разобрав каждое слово по отдельности, мы должны указать, есть ли у этого предложения место в падеже или нет. Следует отметить, что предложение в грамматическом разборе рассматривается как одно имя, как одно слово, и оно всегда считается «мабни», то есть неизменяемым окончанием. Вот поэтому-то мы и сказали, что надо смотреть, есть ли у этого предложения место в падеже или нет. Но исходя из того, что в самом начале мы упомянули «исм» частицы «инна», но не упомянули его «хабар», мы понимаем, что у предложения кана «ми-ката» будет место в падеже, потому что ему предшествует то, что предлагает для него место в падеже. И этим падежом будет «арроф» – именительный падеж, потому что хабар «инна» должен быть в постоянном состоянии «арроф». Но исходя из того, что предложение, состоящее из нескольких слов, рассматривается как одно имя с неизменяемым окончанием, мы говорим «фимахал-ли-рофен», то есть что это предложение находится на месте падежа «арроф». Значит, мы сначала говорим, что «ми-ката» – это хабар у кана, «мансубан бихи», поставим им в состоянии «аннасп». Признак его состояния «насб» – это явная фата над его окончанием. Дальше мы говорим «вальфи'уле ма'асмихи ва хабархи», то есть глагол «кана» вместе со своим «исмом», то есть скрыт в нем местоменем и со своим хабаром, то есть слово «ми-ката» – все это является «жумлятин фи'алия» – глагольным предложением. «фимахал-ли-рофен» – на месте падежа «арроф». «Хабар-инна» – является хабаром для частицы «инна», то есть его «хабар-нарфу», его хабар поставлено этой частицей в состоянии «арроф». Дальше мы говорим «ва-инна» – частица «инна ма'асмиха ва хабаряха». Частица «инна» со своим «исмом» и «хабаром» – все это все вместе взятое «жумлятунисмиятун» – именное предложение. «истейнафиятун» или «ибетедаиятун» – является возобновляемым новым предложением или, скажем, начальным предложением, на которое не воздействует никакой «амель», никакой фактор. Поэтому мы и говорим «ля махалля лагаминал-и'раби» – нет у него места в падеже, потому что нет ничего, что предполагало бы для него место в падеже. Алхамду лиллахи раббил аламин. Алхамду лиллахи –